Привет снова из машины, из салона машины преподобного Дмитрия Крюковского, Притарианского из Приттории. Продолжаем говорить о Мелхиседеке, потому что, да, Писание говорит, об этом нужно говорить много. Можно было бы говорить много, но есть проблемы. Ну, будем говорить, будем говорить, будем говорить. Я верю, по-моему, уже 11 уроков записано, этот урок будет 12 Мелхиседеке. Что-то вы получаете, ну, все мы знаем, что Святой Дух способен открыть намного больше, намного глубже и намного обширнее, и дальше вам. Рассматривая вообще эту тему, я столкнулся с тем, что кто-то считает, что Мелхиседек это имя. Кто-то считает, что Мелхиседек это не имя, а это титул. Кто-то считает, что Мелхиседек это и имя, и титул определенной личности. Титул ли это или имя, ну, не настолько, я верю, важно. Важно, что это имя и что этот титул выражает и несет. И чем больше я начинаю рассматривать эту тему, чем больше я начинаю понимать, что Мелхиседек – это Божья форма правления. Божья форма правления. Бог сделал нас царями и священниками в себе, чтобы мы правили, да? И помните, Данил говорит, пришло время, когда царством овладели святые. Святые цари и святые священники. Из вечности у Бога был план и намерение, чтобы человеки владычествовали. И, да, владычествуют, да? Второе. Посмотрите сами и изучите, что Мелхиседек – это фундамент вечного Евангелия. Насколько Евангелие, оно связано с Мелхиседеком. Интересно, помните, мы говорили о чине, что значит еврейское слово «чин» в одном из предыдущих тем. Интересно, что с греческого слово «чин» по чину Мелхиседека, слово «таксис», «таксис», что переводится как «преемственность». Что-то, что переходит. Что также значит передача по линии организованного порядка. Чин Мелхиседека – это передприемственность, духовная преемственность, передача по линии организованного порядка. То есть мы увидели, что в Мелхиседеке 10 есть полнота божественного порядка. И этот порядок, он передается тем, кто находится в чине Мелхиседека. Те, кто находится в его компании. Те, кто являются этими духовно ста сорока четырьмя тысячами. Что передается? Он царь правды, праведности. Передается праведность. Он царь Салима, царь мира. Передается мир. И другие характеристики. Интересно, что, если мы посмотрим на родословие Иисуса Христа в Евангелиях, мы увидим, что Иисус назван сыном Давида и сыном Авраама. Потому что Иисус связан с Давидом и связан с Авраамом. Давид связан с царством и престолом. Авраам связан с землей и городом. Не так ли? Написано, что Авраам искал города, художник и строитель которого есть Бог. И мы знаем, что это за город. Это Иерусалим Небесный. Через Давида Иисус унаследует престол Давида. И интересно, что он назван в Откровении корнем также Давида. Через Авраама земля связана с Небесным Иерусалимом. Об этом мы будем говорить в другой раз. Авраам пережил личную встречу с Милхиседеком. Это мы уже знаем прекрасно. Давид получил Откровение о священстве по чину Милхиседека. И интересно, что Давид, он жил согласно этого Откровения. Помните, был момент, когда он ел хлеба предложения, которым только священник имел доступ, и которые только священники могли есть, могли приобщаться. И не только сам ел, но и, по-моему, дал тем, кто были с ним. Таким образом, став посредником, получив эту священническую, ходатайственную, посредническую благодать через Откровение, которое он имел о священстве. Он ходил вообще и жил в другом Откровении, в высшем Откровении священства. Несмотря на то, что Левицкое священство было известно в те времена и функционировало. Поэтому он даже взялся за то, чтобы сделать скинью Давида. Скинья Давида назвал ее своим именем, потому что понимал, что есть Небесный Возлюбленный, а благодатствовал нас Возлюбленным. Есть Небесный Давид. И эта скинья, если так можно выразиться, имела мало мебели. Не имела столько перегородок, столько коридоров и проходных путей. Палатка и Ковчег Завета. И служители. Левиты живые люди. И что Бог говорит в последние дни? Он не восстановит скинью Моисееву. Потому что скинья Моисеева относится ко временному священству, священству по чину Аарона, левицкому священству. Он говорит, он восстановит скинью Давидову падшую. Вот это то, что восстановит Бог. Вот это то, что Он в данный момент восстанавливает скинью Давидову падшую, чтобы прочие народы взыскали Господа. Интересно, да? Интересно, да? Безграничность. Пролитая кровь дисквалифицировала царя Давида. чтобы Он был участником построения храма. Пролитая кровь квалифицировала первосвященника Иисуса Христа. Пребывать в храме и в скине истинного устроения на небесах и совершать свою первосвященническую деятельность. Знаете, что Бог, Он способен выйти из Себя и войти в Себя. И мы также можем, потому что мы устроены по Его образу и подобию, выйти из Себя и войти в Себя. И я не говорю там, о, вышел из Себя, разгневался, разозлился и так далее. Я говорю о духовных параметрах. Бог может выходить из Себя и входить в Себя. И когда Он выходит из Себя, Он не теряет Своей полноты и целостности. Иисус, помните сказано, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. Он жил в недре, Он жил в этом присутствии. Жил в сердце в утробе Отца. И потом Он вышел и явил Отца. Поэтому, что сказано? Придет время, определенным образом Он опять войдет в Отца. Помните сказано Павлом, когда все будет покорено и не останется ничего не покоренным, тогда что, даже сам Сын покорится Отцу. Чтобы Бог был все во всем. Помните благословение, которое было высвобождено, высвобождено, по-моему, Иаковом на Иуду. Почему? Потому что Господь, почему мы это рассматриваем сейчас? Потому что Господь воссиял, да, сказано, из колена Иудина. Как первосвященник Он вышел из колена, которому ничего не было сказано относительно священства и служения как священников. Написано, что придет Тот, кому это все принадлежит, и Ему будет послушание народов. Вы можете сами посмотреть. Интересно, что Авраам, он знал порядок Божий. Перед тем, как сеять семя, Он дает десятину. Что за семя? Иаков. Ну, Авраам Исаак. 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 С чем десятина была связана у Авраама? Это не была новой концепция никакая. С чем это было связано? Это было связано с заветом. Десятина связана с заветом. Кто-то принимал ее по закону, кто-то дает ее по закону, кто-то принимает ее и дает ее по вере. По закону веры. По завету, согласно завету. Авраам вошел в завет, мы уже говорили об этом, с Мелхиседеком. И получил откровение. О чем? О воскресении. Потому что он знал, что он не имеет ни начала дней, ни конца. И пребывает вечно. Поэтому он знал, что оба, он и его сын Исаак, возвратятся в целости и сохранности обратно домой. Хотя он был готов пожертвовать его. Но Бог усматривает другого Агнца. И написано, что Авраам верил, что Бог силен воскресить его из мертвых Исаака, своего сына. Потому что Бог воскрешает мертвых. Потому что через именно воскресение из мертвых Иисуса Христа, нашего Господа, и утверждается священство по чину Мелхиседека. И сила жизни, не перестающей, в которой движется священство по чину Мелхиседека, это сила воскресения. Которое Отец воздействовал в Своем Сыне Иисусе Христе, воскресив его из мертвых. Мелхиседек, это ключ священства, истинного священства, высвобождающего полноту Божьего порядка. Вот почему, несмотря на то, что эта личность тайна, такая таинственная личность, такая мистическая фигура, она связана с твердой пищей Нового Завета. Вот, в принципе, все. Вот, в принципе, все, о чем я сегодня хотел поделиться с вами с салона этой машины. Так интересно, что солнце светит сзади, и у меня возникла молитва сейчас для всех тех, кто нуждается в исцелении, кто смотрит эту, хотел сказать, передачу, кто нуждается в исцелении и в свободе, а для благоговеющих перед именем Божьим взойдет солнце правды, солнце праведности, царь праведности. И исцеление в лучах его. Видите, лучи вокруг. Так прекрасно изображается. Я верю, это пророческий знак, я серьезно говорю. Я этого не планировал, но когда я это увидел, говорю с вами, что-то отозвалось внутри сердца. И написано, что они выйдут и взыграют из своих стойл. Выйдут, свобода, взыграют, возрадуются, как тельцы упитанные. Поэтому прямо сейчас да будет высвобождено исцеление, сверхъестественное исцеление в лучах солнца правды, в лучах царя правды, который сейчас через это пророческое знамение светит на вас и воздействует на вас. И пусть высвободится эта сила, эта энергия, этот свет Божьего солнца, этот огонь, это сияние прямо сейчас, где бы вы ни были. И пусть этот свет осияет вас, огонь наполнит вас и покроет вас, чтобы какой вы бы ни были обладаемы болезнью или несвободой, чтобы она прямо сейчас была разрушена именем Иисуса. И пусть эти лучи солнца прикоснутся к вам прямо сейчас. Не этого физического, это только знамение, но духовного. Восходит над вами солнце правды и исцеление в лучах его. Пусть всякие опухоли раковые сгорают. Пусть всякая семя и корень болезни. Пусть все неисцелимые болезни, хронические, прямо сейчас исцелятся во имя Иисуса Христа. И всякая ярмо и бремя, и всякая несвобода и зависимости, да будут разрушены именем Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! Благословений всем вам! Пока! Продолжение следует...